А я напомню, у нас в сухом остатке в прямом эфире Михаил Делягин. Ваши вопросы присылайте на финам.фм, ну, либо пытайтесь дозваниваться до нашей студии по телефону 730-7370. И там есть еще одна особенность, если говорить о постсоветке кризисном развитии или топтании России. Здесь была еще одна уникальная ситуация, когда государство начало всем помогать, но мало кто из, скажем так, журналистов, что ли, ну, часть журналистов обозначала экспертов эту тему в неочередные собрания акционеров. Я имею в виду осень-восьмого, да, осень-зима восьмого года, и потом мы все побежали за маленькой, за маленькой помощью, подержите, пожалуйста, подержите, да, но только до этого вот мы все выплатили, и, в общем-то, я знаю немало предприятий, где выплачивалась даже не годовая прибыль, а значительно большая сумма. Это просто вот маленькая рема, как твоим словам. Нет, это был прекрасный доклад Кричевского и, по-моему, Иноземцева о том, как наши олигархи грабили государство во время кризисов. Как Пикалев использовался для шантажа. Нет, подожди, что значит грабили? Государство было согласно на это. Ну, да, конечно. Чиновники же в экстазе слились? Да, они слились в экстазе, да, да. Ну, грабили такое предкорректное выражение. Помогали? Получали помощь и убедительно договаривались, вот скажем так. Вот, да, 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 это все было и, более того, это продолжается. Ну, понимаете, поговорка «Кому война, кому мать родна» — это, конечно, поговорка, причем старая, военных времен. А давайте посмотрим на главный результат кризиса. Резкий рост количества миллиардеров, коллеги. Это мы можем следить за решениями правительства, за решениями Банка России, говорить, что основная часть антикризисной так называемой программы заключалась в поддержании спекулятивного сектора. Мы есть результат. Когда уровень жизни людей, если тут не надо брать статистику, то она у нас несовершенна. У нас официальная статистика включает в доходы населения продажу валюты. То есть, если вы свою валютную значку переложили в рубли, потому что рубль дорожает, или проели, потому что вы потеряли работу, то официальная статистика фиксирует полученные от продажи валюту деньги, как ваши доходы. Отсюда 8% на рост уровня жизни, которым козыряют отдельные личности из «Единой России», вот, окончательно закапывая свою партию в землю. И тут мы подступаемся к теме нашего обсуждения. Все-таки, я думаю, не случайно Алексей Кудрин стал инициатором нового разговора, совершенно нового разговора, о новом бюджетном процессе в России. Если вот для того, чтобы было понятно для слушателей, совсем простым языком объясню, значит, главный принцип формирования бюджета сейчас, особенно его расходные части, это так называемый отраслевой принцип. Если пройдет инициатива нынешнего вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, то это будет аннулировано и произойдет переход на так называемые федеральные целевые программы, просто целевые программы. Я должен сказать, что ничто не вечно под луной, это не первая, даже не вторая попытка, но я готов согласиться, что это самая серьезная попытка. И на самом деле господин Кудрин, он тоже очень внятно дал понять, что вот восстановление российской экономики в ближайшие годы ждать не надо. Ни в один, ни в два года, ни в несколько лет. Вот просто не надо ждать, а так все будет очень хорошо. Объясни нашим слушателям, потому что это достаточно сложно, да? Все-таки в чем принципиальное отличие? Понятно. Почему Кудрин, как глава Минфина, начал педалировать тему, и самое интересное, его поддержал Путин? Причем публично поддержал. Нет, на самом деле, значит, ну, первое, если вы хотите воровать, вы будете воровать при любой схеме. Я подозреваю, что у нас сегодня нет более коррупционного механизма, чем пресловутые конкурсы и тендеры. Но это не означает, что конкурсы и тендеры нужно отменять, потому что это действительно прогрессивный способ распределения денег, определения поставщиков по сравнению с откровенным публичным беспределом. Точно так же федеральная целевая программа ни от чего не страхует, не является панацеей. И в рамках федеральной целевой программы вы можете устроить даже больше беспредела раскордаш, чем в рамках какого-нибудь своего собственного ведомства. Я вполне допускаю, что господин Кудрин стремится не к общему благу и всеобщей справедливости, а к укреплению лоббистских позиций Минфина. Потому что, выдав деньги ведомству, он направление, использование этих денег, график, контролирует не очень сильно. То есть он может остановить финансирование, если подготовит не те документы. Но если подготовит те документы на какую-нибудь ахинею, а эта ахинея есть в бюджете в том или ином виде, или намек на нее есть в бюджете, ему придется финансировать. Естественно, ему это не охотно. Но есть еще один вариант. Зайти в кабинет нужный. Нет, мы говорим о институциональных вещах. Так, хорошо. Вот зайти в кабинет, это вне институциональной коррупции. Она, конечно же, есть, но вот она находится вне сферы нашего обсуждения. Но Минфинам все-таки приходится исполнять в том числе и эту составляющую. Я думаю, что он находит способы исполнять эту составляющую с радостью, с восторгом и с огромным удовлетворением. Хочется верить, что только морально. Вернемся к конституциональным. Вернемся к конституциональным вещам. Значит, федеральные целевые программы контролируются Минфином в большей степени, потому что они утверждаются. Они утверждаются на серьезных обсуждениях, как минимум с участием представителей Минфина. Если представитель Минфина говорит нет, значит нет. Как устроено сейчас отраслевое финансирование? В каждом ведомстве, на самом деле, по-разному. Но мы можем посмотреть на Большой театр, в который закопали безумное количество денег. Насколько я могу судить, основная задача восстановления Большого театра не допустить, чтобы он обвалился внутрь себя. Можно посмотреть на строительство новой сцены Мариинского театра в городе Санкт-Петербурге. Тоже отраслевая развлекалочка. То ли не сэкономили на геодезии, то ли они вообще ее не делали к чертовой матери, потому что ее, насколько рассказывают жители, которые живут рядышком с этой большой ямой, они поставили этот фундамент даже не на плавуне. Они его поставили на подземной реке. И в эту реку они уже очень долгое время сыпят бетон. Как объяснил один инженер со стройки, когда я сказал, что, ну господи, это же кошмар, он сказал, нет, здесь не кошмар, здесь стройка, а кошмар будет там, куда весь этот бетон принесет в итоге. А его куда-то принесет? Конечно, куда-то он девается в безумных количествах. Вот, поэтому в ведомствах бывают самые удивительные вещи. Ну, например, как ВТО боролась с одним из наших ведомств, которые говорили, что, вы знаете, вот моей отрасли нужно денег в шесть раз больше, чем вы хотите нам дать. А до этого мы заблокируем присоединение к чертовой матери. Переговорщики из ВТО нашли гениальный способ. Мы сказали, ну хорошо, допустим, мы вам дадим эти в шесть раз больше, расскажите, пожалуйста, на что вы их будете тратить. Представители ведомства... Но вполне оправданный вопрос, надо сказать. Это было в 2006 году. Представители ведомства, они просто не поняли вопроса, что значит, на что, на поддержку отрасли. Ну, хорошо, вот поддержка отрасли, это как? Вот назовите конкретные схемы, конкретные направления, конкретные проекты. И что за глупые вопросы? Ну, вот вы интеллигентный человек, а сотрудники отраслевого министерства отреагировали так, как будто им попросили рассказать, как конкретно и как именно они любят свою жену. А, так. Вот. То есть... То есть как оскорбление. Да, да. Надо вот поднять все. Да, нужно... Нужно... Простите, пожалуйста, а вот что? Мы должны рассказать, как мы будем помогать сельск... Извините, нашей отрасли... Или другими словами, как вы любите свою жену? Расскажите нам, пожалуйста, прилюдную. Да, да. Причем произошло с графиками, со схемами. Они не поняли, что за оскорбление вообще, да. Да, вот уровень отраслевого финансирования иногда бывает абсолютно пещерный.